Плюс есть судебная практика. Прямо в постановлении Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа был отменен штраф в отношении перегруза на ось. И вот именно это постановление помогло водителям, которые пошли по стопам других водителей, ссылаться на это постановление о том, что нарушен закон. В каждом регионе, то есть будь то Кемерская область, Томская область или Алтайский край, структура органов управления несколько разная. Сами учреждения, они тоже по-разному называются, но что меня удивило, так это то, что фактически ситуация представляет собой простую компиляцию. Часто переписывается, копируется структура органов управления с небольшими модификациями в одном регионе, во втором, в третьем. И вот эта ошибка носит системный характер. И она даже подтверждается судебной практикой. Парадокс? Парадокс. Но тем не менее, этот парадокс позволяет защищаться на практике. Я хочу сказать, что такая работа, в принципе, в рамках Конституции находится. У нас Конституция гласит, что каждый имеет право защищать нарушенные права любым незапрещенным законным способом. Это один из способов. Отыскать системные изъяны в государственном регулировании. Если вы видите, с одной стороны, неправомерные штрафы, и противоречие таких штрафов общему духу закона, но в самом деле этот штраф превышает прожиточный минимум гражданина, даже двух граждан на протяжении одного года. Для индивидуального предпринимателя это очень большой штраф. Постараться обратить внимание путем поиска слабых звеньев в позиции государственного органа. Если подвести итоги нашему сегодняшнему занятию, Алексей Петрович, то хочу заметить, что мы правозащитную деятельность представляем как работу, требующую инновационных подходов. Здесь не надо бояться создавать прецеденты. Помните, как я вам говорил, первый прецедент в бесплатной приватизации. Она действительно должна быть бесплатна. Даже если много раз взимали справки, ничего не значащее, и брали за это не пустяковые деньги, не стесняйтесь ставить вопрос ребром. Это бесплатная приватизация. Вы не вправе взимать плату, тем более с граждан, которые сами нуждаются в государственной поддержке. Опять же, право на судебную защиту. Не важно, что суды всех инстанций это право для ряда граждан блокируют. Не бойтесь создавать прецеденты банкротства супругов. Если это разрешено крестьянскому фермерскому хозяйству в силу принципа равенства перед законом, должно быть для всех разрешено. Благоприятный шанс для начала медиативной практики. В самом деле, если вы можете защищать права социальной группы, которая остро нуждается, у нас много острых, кричащих социальных проблем, то вас будут рекомендовать с помощью сарафанного радио. Вы слышали о таком виде маркетинга, Алексей Петрович? Сарафанное радио, самое надежное, не требующее значительных вложений в маркетинг. Прежде всего, требуется качество, хорошее качество. Понимание основных правил игры и специальной терминологии. Без этого с вами не будут общаться специалисты. Поэтому в любой сфере, но, подчеркиваю, не нужно заканчивать юридический вуз, чтобы становиться юристом в наше время, потому что знание стремительно стареет. Вот знать информационную технологию и постоянно заниматься самообразованием очень полезно. Отслеживать новости отраслевые тоже очень полезно. Основные законы, которые защищают интересы социальной группы в этой сфере, тоже полезны.